Рада вас всех видеть. Спасибо большое за приглашение и возможность высказать свое мнение. Хорошо выступать в конце. Уже многие рассказали то, что я собиралась вам поведать. Это наш основополагающий приказ, в котором конкретно нет ничего о создании хирургических отделений. Но есть приложение к приказу 915-H, где о дневном хирургическом стационаре рассказывается. Там есть и штатные нормативы, и чем занимается это отделение. Вот эти отделения дневного стационара, которые включены в приказ 915-H, и там есть хирургическое лечение, то есть мы можем его оказывать. Вот это в штате врач-хирург, операционная медсестра, медсестра-анестезистка, что тоже нам позволяет развернуться. И в оборудовании мы видим наркозно-дыхательный аппарат, набор общих хирургических для неполосных операций, ну и кое-что еще другое. Значит, собственно говоря, даже в ЦАОПе, который не расположен в составе крупного лечебно-профилактического учреждения, можно развернуть хирургическое отделение. Это, собственно, зависит от квалификации, личной инициативы хирурга, но и от материально-технической базы, что имеет этот ЦАОП. Конечно, амбулаторная хирургия сейчас развивается достаточно активно, потому что это общее положение и общая позиция нашего настоящего руководства, о том, чтобы 70% больных лечились в рамках дневного стационара или амбулаторного лечения, и только 30% лечили в стационарах. Все вы знаете эту оптимизацию здравоохранения. Но у амбулаторной хирургии есть свое преимущество. Например, это отсутствие внутрибольничной инфекции. Поскольку больные не лежат и не ночуют, она не успевает у нас развиться. Значит, это повышение экономической составляющей. То есть дешевле гораздо амбулаторные операции, естественно, совершенно. Она, опять же, больной не ест, не пьет. А операции, собственно, более простые, недорогие. И по сравнению со стационарной помощью мы тут находимся в выигрыше. И дальше повышение социальной эффективности, потому что пациент находится дома, он не вырван из привычной обстановки. Как правило, он подправляется быстрее, стресса у него нет. Поэтому вот до 60% хирургических вмешательств рекомендуется проводить в амбулаторных условиях. Риск хирургических вмешательств должен быть разумным. То есть тут, повторяю, особенно если у вас в составе нет хирургических отделений, нет реанимации, нет круглосуточного стационара, вы должны очень разумно отбирать тех больных, которых вы можете прооперировать без ущерба для их здоровья. И, конечно, очень адекватно должен быть оценен риск анестезиологического пособия, если операции проводятся под наркозом. Значит, наше отделение на березовой аллее на 30 коек, или на хирургическое его составляющее на 30 коек, или так на 60 пациентов мест так называемых. Ну, оно находится в составе отделения, где есть круглосуточные койки, но это койки химиотерапевтического стационара. И еще у нас на отделении развернуты койки радиологического стационара. Поэтому, по сути, по большому счету, мы работаем как амбулаторно-поликлиническое отделение. Ну, конечно, у нас есть большой стационар на ветеранов, куда мы можем, конечно, в случае крайней необходимости перекинуть больного. Но, сами понимаете, расстояние – это довольно большое. Ну, облегчает наш труд то, что, как правило, если что-то случается эксквизитное, то скорая помощь, дневной стационар приезжает очень быстро, и больного забирают сразу. У нас в пару раз были такие нештатные ситуации, и это, в общем-то, разрешилось в этом плане достаточно легко. Я вам могу сказать, что труднее перевести пациента из круглосуточного стационара в другой стационар, если возникает такая необходимость, чем сдать его из дневного стационара. Я хотела даже разбавить свой доклад фотографиями, но вчера Азам Джавляныч Халиков вел прямую… Да, это наша операционная. Да, у нас три операционных в нашем блоке. Одну мы полностью фактически отдали под установку портов, потому что там рентген-негативный стол, там, в общем, цедуга и много всякой на полности. И в двух операционных, на двух столах мы работаем, выполняя обычные небольшие амбулаторные операции. Вот это структура наших операций. Значит, 2943 операции выполняются в операционной за год. Это маленькие операции. Сами видите, в основном это иссечение электросечения, но мы выполняем секторальные резекции, биопсии лимфоузлов, не нагружаем этим большие отделения диспансера. Ну, собственно говоря, это получается, по сути своей, неплохой вклад в работу нашего диспансера вообще. Значит, у нас часть операции выполняется докторами отделения, и также свои операционные часы имеют доктора поликлиники наши. У нас большая поликлиника. Моё мнение, конечно, что... Был момент, когда мы хотели всё у них отнять и начать всё делать сами, но мне всё-таки кажется, что в поликлинике работа достаточно рутинная, и для доктора, может быть, бывает не всегда интересно. То, что он имеет возможность оперировать сам, это вообще такой большой положительный момент в его работе. Помощь оказывается... Оплата. Что касается оплаты. Большая часть – это, конечно, обязательное медицинское страхование, ДМС и платные медицинские услуги. Что касается обязательного медицинского страхования. Там есть очень... Я бы много могла поговорить на тему экономической составляющей, но с Нового года хирургические отделения также переходят по оплате своей работы по КСГ. Поэтому в данный момент просто все эти разговоры бессмысленны, потому что с Нового года, повторяю, оплата будет другая, и вот уже дальше тогда надо будет посмотреть, что будет выгодно и что не будет выгодно. Пока работа нашего отделения, она экономически выгодна. Ну, что касается платных медицинских услуг, вот 5 миллионов 300 тысяч за прошлый год мы заработали, при том, что стоимость операции, сами понимаете, она небольшая. Это, собственно, то, что происходит, то, из чего состоит отделение. Под наркозом мы проводим 1-2 операционных дня в неделю в зависимости от количества больных, по 10-13 операций в операционный день. Ну, и, собственно говоря, вот у нас небольшое отделение, 3 хирурга, 30 коек, мы работаем в приспособленном помещении. Наше здание на Березовой аллее вообще-то когда-то служило лабораторным корпусом Института онкологии. Если говорить о том, что открывать САОП, ну, может быть, даже, ну, изначально, вообще-то, когда шел разговор о САОПах, шла речь о том, что это будут новые здания, построенные заново. Но даже, наверное, когда они приспосабливаются при других лечебных учреждениях, то, наверное, планируя работу САОПа, можно запланировать и новые операционные, манипуляционные, и какие-то, заказать какое-то более современное оборудование. И я думаю, что эта хирургия амбулаторная, она имеет право на жизнь и вполне может, в приряде САОПа вполне может открываться и работать. САОПа вполне может быть.